вы смотрите урок по джумал 4 меня зовут федор васильев тема урока умный поиск интеллектуальный поиск как настроить поиск в этом видео информация но прежде чем мы приступим к рассмотрению умного поиска в джумал 4 давайте несколько слов об этом вы должны понимать что умный поиск это одно из главных нововведений можно сказать это изюминка cms джумал 4 она отличается вот джумал 3 и умный поиск это одно из достоинств в целом сильная его сторона сильное отличие вообще в целом отличие самой cms джумал 4 содержит улучшения и новые функции интеллектуальный поиск джумала одна из важных новых функций обеспечивающие высокое качество с помощью нового поиска пользователи могут быстро и легко искать большую часть содержимого контента статьи там теги пользователи джумал 4 использует только интеллектуальный поиск джума с улучшенной кодовой базой джума 3 использовал в основном всего два поисковых расширения новый поиск работает иначе чем поиск в джума 3 это расширение работает с активным индексатором каждый раз когда вы добавляете новую статью на веб-сайт или новый элемент контактов джума автоматически индексирует их для результатов поиска то есть я поясню что такое индексация по сути вы добавили статью на сайт добавили там контакт на сайт это все то что мы с вами ранее проходили и поиск джума автоматически по сути знает о нем и анализирует и может выдавать поисковую строчку функционал да ну то есть обычная форма поиска на сайте человек начинает набирать если совпадение с ключевыми словами статьи то тут же поиск может выдать подсказки на фоне вот этих проиндексированных ваших статей умный поиск у нас с вами находится компоненты умный поиск здесь есть такое понятие как карта контента эта функция дает вам полную информацию о сопоставлении всего контента опубликованного и не опубликованного в индексе вашего сайта дальше есть возможность фильтра эта функция позволяет создавать фильтры для посетителей сайта вы можете создавать новые типы поисковых фильтров для статей категорий и элементов контактов на основе создания и временной шкалы если вы создадите фильтр поиска позволяющий пользователям видеть только контент из указанной категории они будут видеть результат соответственно только из этой категории эти настройки делают идею поиска более гибкой так как вы можете использовать ее по разному так что не только как классический поиск но например для фильтрации только новейшего контента или только из определенной категории например блога сейчас мы с вами будем это все рассматривать также есть расширенные настройки расширенных настройках также предлагает множество дополнительных опций для управления результатами поиска вы можете показать урал результат предложение по поиску дополнительные советы расширенный поиск выделите условия поиска все параметры могут быть отменены настройками меню или модуля вот такая была вводная информационная часть в системе джума 4 у нас поиск можно создать как вывести на сайт как пункт меню тип пункта меню умный поиск и использовать только его как вывести модуль позиции шаблона вашего сайта только модуль использовать или той другой в связке а также есть дополнительные плагины встроены в джуму которые связаны с нашим поиском по умолчанию не включены позже их посмотрим итак давайте в меню в нашем демо сайте скажем куда-нибудь вот сюда в верхнюю часть меню выведем наш поиск для этого мы переходим меню у нас это главное меню нажимаем здесь создать выбрать умный поиск находим раскрываем здесь только есть форма поиска выбираем ее здесь здесь пока мы ничего больше не пишем здесь все настройки могут быть переопределены глобально то есть либо для этой страницы поиска можно настроить индивидуально здесь все по аналогии все что мы с вами ранее проходили все здесь тоже самое только это конкретно к этому а пункту меню поиску мы здесь принципе наверно настраивать ничего не будем мы вернемся именно вот сюда чуть позже нажимаем сохранить закрыть вот даже сейчас просто вывел страницу на сайт ничего еще не настроив ничего не видя что мы имеем поиск если я перейду как это может выглядеть это целая страница отведенная для поиска есть кнопка расширенный поиск кликнув по которой мы увидим дополнительные подсказки фильтрации поиска можем просто не заходить в расширенный поиск по ключевой фразе просто проверим как вообще работает наш поиск например вот же у нас есть добавленные статьи элементарно копирую заголовок статьи и проверяем а смотрите как работает умные подсказки то есть я ничего не настраивал на этом сайте просто вывел пункт меню подсвечивается видите это уже есть индексация я добавил просто статью от жума уже проиндексировал автоматически данную статью поэтому она ее показывает и в подсказке это я скопировал заголовок я мог просто набирать часть текста в поле поиска его выскакивает подсказка кликнув по подсказке полное название здесь подставляется и нажимаю просто поиск и здесь тоже джума находит все результаты где встречается ключевое слово статья а у меня все статьи с этим заголовком меняется лишь только в конце цифры да поэтому она все показывает человеку дальше просто нужно сориентироваться по тексту статьи по в дальнейшем по названию заголовка видите подсвечивается статья получается мы видели анонс если я зайду в полную статью провалюсь глубже да если бы у нас здесь встречал слова статья то бы они здесь тоже подсвечивались вот так вот желтеньким цветом также из коробки по сути у нас расширенный поиск выводит данном случае меня вот столько типов полей например я могу искать в материалах по сути это критерий поиска как я хочу более точном месте искать какой-то контент я точно знаю что например там материала или это мог быть теги который мы с вами уже проходили до или я из хочу искать статьи автора вот у меня есть два автора на сайте именно автора федора например мне больше нравится статьи хочу искать только его статьи далее я ввожу ключевое слово и поиск будет искать исходя из критерий в которые я указал ниже также в настройках позже вот эти все критерии по поиска по умолчанию мы можем скрыть не выводить и добавить свой собственный сюда критерий давайте сразу сейчас выведем и модуль как я уже сказала либо модуль можете только использовать либо только вот страницу поиска либо и то и другое либо можно на разных страницах вывести разные модули вот эту строку поиска через модуль на главный свой модуль на второй странице свой модуль и на каждой странице можно задать чтобы искать можно было только в определенный например статье на главный например только в статье 1 на странице 2 только материалы из категории 2 например и так без ограничений мы с вами переходим панели управления из быстрого доступа я перейду модули или контент модули сайта по плюсу можно нажать самом низу находим умный поиск нажимаем на него заголовок дам ему поиск заголовок я скрою и сразу выберу позицию в шаблоне кассио пиво тот шаблон который у нас используется по умолчанию есть специальная позиция поиск у нас как правило отводится вот в эту область до правую верхнюю часть шапки находим вот такое название модуля называется search в переводе как с поиск специальная позиция для для этого модуля но вообще это не специальная позиция для него вы можете поисковую вот эту строчку вывести где угодно в шаблоне в рамках модульных позиций в этой сетке модульных позиций данного шаблона у каждого разного шаблона модульные позиции могут отличаться разные их не расположение и разные их не название так что если вы используете другой шаблон не кассио пиву возможно у вас будет модульная позиция по другому называться по-другому располагаться настройки модуля рассмотрим позже здесь выведем на всех страницах и сохранить и закрыть просто проверим обновляю сайт вот у нас есть поиск пока больше здесь ничего нет кнопки поиска нет но если мы ведем здесь тоже ключевое слово модуль поиска тоже также уже работает вы видите выскакивает подсказка и раз он уже находит статью значит и в модуль уже работает с индексом поиска можно нажать enter и абсолютно также работает модуль поиска вы видите тоже отображает статьи поиск рабочий также хочу вам показать перехожу в панель управления плагины что существует к нашему умному поиску в jumla они обязательно должны быть включены но они по умолчанию вас тоже будут включены отсортируем включено по типу вот название данного типа вы можете отфильтровать чтобы увидеть только плагины привязанные и созданные для поиска вы видите они все включены все относятся к умному поиску поиск будет работать правильно корректно если они включены то есть поиск по тегам лента новостей rss лента то есть о котором мы с вами говорили материалы контакты категории вот кстати каждый плагин если мы пройдем внутрь не имеет настроек он просто должен быть включен чтобы поиск работал вот по этим всем критериям но скажем лента новостей точно я не буду использовать я бы его отключил вообще но вы можете не отключать ни один плагин оставить все включены теперь перейдем компоненты умный поиск и будем смотреть настройки первое что у нас есть индексация контента на этой странице вы по идее сразу должны увидеть все что вы добавили на сайт это контент это материалы вот здесь тип видно смотрите категория когда мы создавали категории кстати м контакт если вы контакты создавали теги они все сюда попадают автоматически если эта страница у вас пустая вы можете нажать вот на эту кнопку индексировать тогда jumla начнет индексировать ваш контент вот так вот выглядит до оптимизация индекса когда индекс закончен дальше вот эти все индексированные элементы с ними ничего делать не надо они просто здесь есть но в любом случае их можно снять с публикации сми можно какие-то 9 действий делать по сути только опубликовать снять публикации также есть статистика кнопка до которая показывает индекс содержимого количества терминов там и так далее все здесь вот это видно также удалять можно какие-то элементы из индекса но смысла не вижу в этом я по сути как бы здесь все индексируется самое главное чтобы это вот индекс был дальше карта контента о которой я говорил здесь просто идет информация карта опубликованы индексированный контент то есть просто перейдя отсюда видеть вот эту связку по сути здесь вам тоже ничего делать не нужно просто видеть можно смотреть информацию об индексе поиска умного поиска jumla далее фильтр поиска который нужно здесь создать как это использовать поговорим чуть позже дальше поисковые запросы нам система говорит если вы впервые настраиваете это регистрация поисков запросов отключена включите параметры регистрации запросов настройках компонента сейчас как раз мы пройдем на стройке вот эта страница зачем нужна и как как она может быть полезна все поисковую поисковые фразы которые будут вноситься в поле поиска на странице или модуля вашими пользователями сайта неважно зарегистрированы на сайте или нет они будут по сути все запросы зарегистрированы и здесь все вот целиком поисковая фраза вот как он вбил например видео уроки по jumla 4 вот прям так здесь все это будет видеть это помогает вам определить большинство поисковых запросов вводят на вашем сайте ваши пользователи возможно потенциальные клиенты и возможно на основе этих поисковых запросов которые вы сможете здесь анализировать вы сможете как-то сконфигурировать свой контент таким образом чтобы быть более полезным ресурсом для ваших пользователей потенциальных клиентов итак давайте перейдем в настройки то есть находясь в умном поиске у вас будет здесь такая кнопка настройки зайдем сюда первая вкладка настройка основные параметры предназначены для макета страницы поиска и списка результатов поиска здесь просто вы решаете что показать что не показывать то есть отключив какую-то опцию какую-то включив но они практически здесь все включены здесь абсолютно ничего сложного нет я бы даже наверное все здесь оставил как есть ничего бы не включал но регистрация запросов вот здесь мы это включаем сохранить это для того чтобы давайте перейдем поисковый запрос увидеть что мы включили эту возможность сейчас эта страница будет как бы пустая пока мы не начнем или пользователи ваши что-то вводить в поисковой запрос принципе давайте прям сейчас и посмотрим вот как только мы включили все теперь вот это будет опция действовать я перейду на главную и давайте напишу здесь курсы поджума 4 нажму enter понятно что здесь ничего не найдено потому что нету ни одного слова ни одного материала на этом сайте но если мы с вами обновим админскую часть и перейдем поисковые запросы ну мы здесь уже находимся вы видите что происходит тут же фигурируют точнее фиксируют полностью запрос как я его вводил количество просмотров по сути вводов вот этого запроса то есть вы можете видеть здесь если еще раз кто-то вбивал этот запрос вы можете еще раз обновить страницу и тот же запрос вбить и увидеть что вот здесь уже будет показано 2 как раз об этом и говорит видеть количество одинаковых запросов и вот максимальное количество запросов одного и того же запроса на сайте вы увидите на своем сайте но статей таких они не найдут такого нет вы сразу можете понять в вашей нише на вашем сайте вот то что ищут например не могут найти и вы можете создать этот материал для них раз люди интересуются этим материалом но у вас его нет и таких материалов со временем вы можете много накопить много создать то что ищут в поиске то есть вы регулярно наблюдаете за этой страницей что на люди ищут на вашем сайте как я уже говорил да вы сможете улучшить свой сайт за счет вот этой странице далее здесь на странице настроек раскрывать параметр расширенного поиска можно включить до расширенный поиск давайте обновим страницу это у нас вот эта кнопка с этим расширенным поиском например здесь можно фильтр включить по дате если я обновлю сайт появляется дополнительные опции дата например начало того что вы ищете окончание и выбрать из календаря диапазон даты в каком диапазоне вы ищите материал на сайте или например вот скроем вот эти несколько элементов давайте скроем еще расширенные параметры поиска во первых я скрыл полностью расширенный поиск и кнопку расширенный поиск то есть если вы хотите вывести пункт меню и вы не используете вам не нужен он но страница поиска нужно то вы можете вот вывести поиск будет также работать только не будет возможности по критериям по сути отсортировать поиск ну поисковик вот это да дальше например подсвечивать текст в результате поиска если выключим то это не вот эта подсветка смотрите видите подсвечивается желтым а уже у нас эта статья уже результат он тоже нас подсвечивался если вы мне надо чтобы это подсвечивалась это тоже можно скрыть ведь она не подсвечивается статья показалось но это не подсвечивается следующая вкладка настроек индексация здесь на самом деле вы можете эти параметры оставить по умолчанию сейчас мы с вами пробежимся что это за параметры вы здесь можете по сути влиять на качество поиска на глубину поиска но чем скажем глубже и качественно сделать поиск может влиять на производительность на скорость поиска и думаю что это может влиять на ваш сервер нагрузка на сервер если много людей одновременно будет искать на вашем сайте а вы настроите максимальную глубину поиска возможно могут быть проблемы на вашем хостинге 1 опция поиск фразы стоит у нас по умолчанию отключено высокая производительность сайта по сути если сделать включено лучшие результаты поиска то есть поиск будет искать качественней но это может влиять на производительность как это может влиять это нужно уже смотреть на большом сайте такой пока возможности нет посмотреть дальше размер пакета при индексе размер партии определяет сколько элементов обрабатывается в партии для больших пакетов требуется много памяти тогда как для небольших пакетов требуется меньше памяти но выполняется больше запросов что обычно занимает больше времени ограничение табличной памяти предел таблицы памяти не следует изменять если вы не получаете ошибок указывающих на то что таблица заполнена по умолчанию стоит у нас вот это значение дальше мультипликатор веса текста заголовка множитель используется для управления степенью влияния совпадающего текста на общую оценку релевантности результатов поиска множитель учитывается по отношению к другим множителям текста текст заголовка происходит от заголовка контента вот как я и говорил что увеличиваю уменьшая значение вы можете влиять на глубину и качество поиска целом из коробки поиск работает хорошо здесь уже специфическая задача нужно смотреть на ваш контент какой у вас контент и как поиск работает если вдруг у вас как-то плохо что-то находит вы проверяете ваши элементы контента не находит тогда можно обратиться к этим настройкам и поиграть этими настройками возможно они как раз таки дадут улучшить вам вот этот варианты поиска все остальные моменты не буду я озвучивать потому что здесь уже понятно как они работают по аналогии увеличиваю уменьшаем эти значения и исходя из вот этих вот название что они могут значить так и вкладку нас есть права доступа все настройки мы с вами рассмотрели компоненты умный поиск давайте вернемся по сути к самому интересному это фильтр поиска как он работает то есть фильтр на замену вот этому фильтру вот этих вот полей скрыть поля и вывести свое по сути поле поиска создать заголовок заголовок наверное тот который будет виден только вам а вот здесь ниже вот кликнув на эту кнопку два раза свернуться все варианты поиска по странам по регионам по языкам по категориям по авторам по типам создаете запрос то есть вы смотрите раскрываем список по типам типы я хочу чтобы человек искал например только в материалах то есть статьях вы можете чтобы указать кликнув сюда указать все по сути да или кликнув вот на эту кнопку вы по сути если мы все списки раскроем автоматически выделяете искать везде по всем параметрам но давайте мы сделаем только по материалу вот так вот по материалу и пускай ищет по автору то есть пускай у меня есть вася еще один автор я хочу сделать поиск а вот и на фильтр для поиска то есть это не значит что поиск не будет работать он будет работать по всему сайту но это мы делаем сейчас фильтр час вы поймете о чем идет речь сохранить и закрыть можно создать неограниченное количество таких фильтров фильтр мы с вами добавили как только мы добавили сюда свой первый фильтр мы можем пройти меню наше главное меню там где мы вывели поиск давайте сначала со страницы поиск разберемся вот здесь вы смотрите поиск появляется наш новый первый фильтр если вы фильтр не создали здесь ничего выбрать будет нельзя выбираем его здесь сохраняемся смотрим как это влияет на поиск что изменилось я перейду на главную страницу перейду в поиск расширены и появляются два типа искать материалы искать федор давайте посмотрим что действительно это влияет я вернусь компоненты умный поиск фильтр зайду в свой фильтр попробуем отредактировать вот теги видите у меня стоит теги уберем теги уберем автора оставим только материалы обновлюсь смотрите вы видите поля исчезают осталось только одно поле фильтрации и только в материалах статьях я могу искать вот так вот работает вот эти вот свои собственные фильтры но это еще не самое интересное самое интересное давайте посмотрим у нас есть тут по сути статьи с одними и теми же названиями для чистоты эксперимента давайте я все же зайду статьи и одну из своих статей сделаю отличный заголовок чтобы он не был похожи на другие заголовки я сделал вот такой заголовок бесплатные уроки под жума 4 и ключевой запрос такой же оставил в теле статьи и после подробнее просто для проверки сохранить закрыть возвращаемся в меню возвращаемся в поиск сейчас самое интересное смотрите в поле поиска вставляем этот главный ключевой запрос сохранить закрыть перейдем на главную страницу обязательно не просто обновим страницу а сбросим страницу поиска если вы находились на странице поиска не просто обновить страницу а прямо уйдите на другую страницу переходим в поиск после этого вы видите что происходит изменения обратите внимание сюда подставляется поисковая главная фраза которая например важна для меня сразу в поиск подставляется она здесь же бесплатные уроки то есть это та статья которая сейчас сделал я заголовок и внес здесь не просто подставляется в поиск тут же дает результат поиска показывая заголовок статьи анонс по сути нам статьи выдает показывает желтым подсвече что данный текст есть в теле статьи отсюда человек может перейти саму статью вы поняли что это такое если я перейду на главную то сбрасывается вот это вот строка в модуле поиска не подставляется только если я перейду на сам поиск я объясню буквально несколькими словами вот смотрите у вас есть сайт на сайте вы ведете какую-то деятельность узконаправленную да то есть вы на сайте говорите об одном но вот это вот одно она имеет много ответвлений о чем можно рассказать это мог быть статьи например но вот то что вы рассказываете на своем сайте есть какая-то главная настройка главная новость по сути и главный ключевой запрос который например максимально ищут в интернете и вы на этом максимально этот самый главный запрос вашей тематики сайта вашего создали статью и хотите чтобы человек сразу не искал и а самое главное вашей нише вашей деятельности на сайте самыми главную информацию вашей деятельности а сразу находил ее или у вас а другая стратегия по вашей деятельности вы хотите так сказать протолкнуть этот запрос на своем сайте тогда вы делаете вот так как я мы сейчас с вами сделали сразу человек то есть уже попал на ваш сайт уже например из яндекса не просто так он уже что-то искал и попал на ваш сайт заинтересовался вашим сайтом потому что там есть информация то что он ищет и вот уже на сайте среди этой информации есть главный запрос который вы можете сразу ему подставить чтобы он не искал его не пропустил или у вас какие-то другие цели как так сказать скормить этот материал сразу перед глазами ему как рекламная акция до выдать эту статью этот материал этот контент и так далее вот зачем это нужно да то есть я ничего не искал я только перешел в поиск и тут же например вижу то что мне нужно и вы можете менять это какое-то время посмотрели как это работает там же просмотры видно у статей да вот например например эта статья не очень хорошо зашла не очень хорошо работает вы тогда зашли в поиск поменяли запрос другую статью туда добавили но только смотрите вот этот заголовок который вы добавляете он действительно должен встречаться на сайте просто так его добавить в поле поиска если вы добавите его получится добавить но ничего не выдаст поиск потому что здесь должен быть контент под ваш заголовок следующий параметры страница мы не смотрим это все глобально мы уже рассмотрели это индивидуально для этой страницы можно отключить включить какие-то параметры но мы не смотрели модуль там настройки точно такие же новые должны понимать знать что они там есть например вы не хотите страницу выводить поиска а модуль хотите поэтому в модуле должны быть эти настройки давайте я перейду модули сайта вот наш поиск вот например фильтр который мы добавляли да вот о чем я говорю вы можете создать разные фильтрации для разных страниц потому что этот модуль поиска который у нас вот здесь отображается он может выводиться например только на главной странице а на странице статьи выводится в том же месте другой модуль поиска с другим фильтром поиска потому что вы создаете в джумле еще один модуль поиска без ограничений здесь это можно делать также здесь подсказки включить выключить расширенный поиск показатели нет вот кстати здесь стоит скрыть если сделаем показать смотрите что произойдет но опять же тогда место позиция под этот модуль здесь неудачно нужно искать другое место где этот модуль расположить если я сейчас обновлюсь здесь появляются видите дополнительные какие-то вкладки и как раз которому сейчас только что включили здесь уже шапка становится широкой это не смотрится здесь модуль нужно где-то смотреть выводить другом месте но тогда можно показать ссылка на компонент если я обновлюсь тогда будет вот здесь не видно потому что на синяя в шапке но тут еще ссылка по сути ведущая просто вот на наш поиск на странице отдельный я сделаю скрыть заголовок поле показатель нет альтернативный заголовок тоже можно здесь проставить кнопка поиска смотрите выключена я думаю с ней будет лучше вот эта кнопка поиска включить open search да нет заголовок можно здесь прописать пункт меню здесь можно выбрать заготовленную страницу или же здесь вам не видно в списке выберем страницу поиска по сути свяжем модуль со страницы поиска то есть это пункт меню по сути результаты поиска где выводить и дальше настройки получается привязка вот как я говорил если предполагает разные модули с разными ключевыми запросами фильтр поиска для разных страниц тогда здесь выбирайте только там на одной странице ну и все остальные дополнительные параметры мы можем не трогать итак в этом видео я постарался осветить и думаю что у вас есть полная информация о компоненте умный поиск о том как он работает как взаимодействует с контентом по каким критериям ищет настройки поиска что такое индексация карта фильтры поиска поисковые запросы а также рассмотрели пункт меню поиска модуль поиска и плагины которые у нас должны быть включены которые связаны с поиском но они у нас по умолчанию и так включены на на этом видео я заканчиваю и и Субтитры сделал DimaTorzok